Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша. Ну что, ребят, как ваше настроение? Предновогоднее? Все на позитивчике. Ведь мы же не в 10 последних матчах не смогли выиграть, а всего лишь в 4. Какая, ребята, ерунда, господи. Да, ну, если честно, то, конечно, поднасрали нам в Оливье с шубой, а не конкретно. То есть, вот, ну, просто в самом своем адском сне я не мог предположить, что особенно учитывая ту мощь, потенциальную стартового состава, атакующую мощь, которую выставил Мауриньо, что закончится все унылой, вялой, безвольной, какой-то, как сказать, какой-то кастрированной, в принципе, импотентической какой-то ничьей. Ребят, вот и изобрел я новое слово. И вам его предоставляю в повседневное использование. Давайте смотреть на стартовый состав, который я назвал таким невероятно мощным. Это второй тайм, ребята, того матча последнего, который мы сыграли в ничью. Во втором тайме Мауриньо вывел на поле, собственно, одновременно, или одновременно Лингарда, Решварда, Лингарда, пардон, Мату и Мхитаряна, которые должны были снабжать голевыми передачами Лукаку. И вот сейчас, а тот второй тайм мы, собственно, свели с Бернли в ничью, то есть второй тайм мы выиграли у Бернли, да, как бы 2-0, второй тайм выиграли. И вот сейчас эти ребята должны были обслуживать Лукаку. Ну, сзади, то есть, та же самая комбинация, пока еще не восстановился. Валенсия, то есть, справа играл Янг, слева Шоу, ну, а в центре была пара Линдолёв и Джонс. Ну, здесь, как бы, сейчас разговор совершенно не об этом, потому что меньше всего вопросов именно к ним. С чего начать, ребят? Давайте, давайте начну со следующего. С турнирной таблицы. Давайте начнем с того, что мы третий, что мы этот год заканчиваем третьими. Давайте пока накалим обстановку. Это очень неприятно. Первый раз в этом сезоне мы на третьем месте. Я думаю, что ребята из Челси как бы присматривают за этой ситуацией и ехидно хихикают. Вряд ли они тоже питают иллюзией как-то добраться до Манчестер-Сити. Но вот второе место, я думаю, что для них это, при том, что как бы сезон начался с разговоров о том, что некий там кризис у Конте, а мы, что не матч, что 4-0 и 4-1. И вот эти все боксинг-дэи, которых мы все так ждали, и что мы видим, да, ребят? Хорошо, поехали дальше. Разговор о Мауринио напрашивается, он будет, естественно, ребят, ключевым. Второе, о чем я хочу сказать, ну, я мог бы с этого, конечно, и начать, но скажу, какая разница, скажу сейчас. Ну, здоровье Ромео Лукако. Человек боролся за каждый матч, за каждый мяч в каждом матче. Он не забивал, он выносил мяч на соперников. Как-то вот так все трагически у него начало складываться со второй половины первой части сезона. И закончилось все очень неприятным ударом в затылок. Страшно было на это смотреть. Такая верзила просто падает. Ну, как бы у всех, у любого даже, не знаю, у Валуева какого-то затылок, у всех-то слабое место, естественно. Он выключился. Не знаю, ребят, пока что с ним. Без понятия. Вряд ли сейчас клуб что-то об этом говорит и скажет. Ну, так как у нас уже 1 января следующий матч, наверное, все-таки у нас будет какая-то информация. Надеюсь, что там обошлось без повреждения позвоночника. Ну, в смысле, имеется, позвонков, шейных позвонков и какого-то сотрясения. Очень на это надеюсь. Здоровья Роме искренне от всех нас. От меня, конечно, ну, то есть парню. Ну, просто жалко, очень жалко. Вот. В связи с этим, чтобы сразу как бы логически увязывать, в связи с этим напрашивается, как бы, логично было бы предположить, что ну вот, ну вот, и не стал Лукаку на ближайшие, скажем, там, сколько-то матчей, скорее всего. И напрашивается его смена в лице Златы Ибрагимовича. А Златан Ибрагимович, как бы вернувшийся, но всем сейчас понятно, в этом матче его даже не было на лавке, всем понятно, что Златан сейчас играть не готов, уже не говоря о том, что 90 минут. Так что, ребят, какая-то вообще у нас сейчас очень жопная ситуация. Вот еще недавно, недавно все выглядело настолько радужно, что на каждой позиции у нас есть человек основной и его дублер некий. А в итоге мы имеем сломавшегося Лукаку и не готового играть Златана. Мы имеем полузащиту атакующую, которая вроде бы сильна, и каждый из игроков выстреливает в отдельно взятом матче, а все вместе совершенно ничего не могут сделать. И очень вообще печальная, ребят, картина. И сейчас смотрите, что происходит. Очень-очень доступно и просто, и коротко. Сейчас я все попытаюсь расставить по полкам, ребят. Ну, Генрих Мхитарян. Мы увидели его в основе, и все такие, ничего себе, как классно. Ну, вот же же он предновогодний позитивчик. Давай, давай, геношечка, изобрази нам голевую передачу. Ребята. Во-первых, сразу же, да, в последнее время участились. Я понимаю, почему, как бы не буду на этом заострять внимание. Очень много всякого говна и противостояния в комментариях между вами. А это на корню неприемлемо. На корню неприемлемо грубо-грубо обзывать футболистов, лично для меня. Но друг друга это еще более неприемлемо. Ребята, все комментарии, естественно, таки будут удаляться. Так вот, Мхитарян провел ужасный матч. То есть, то, что каждый раз, когда он выходил на поле, то, что он играл с большим рвением и стремлением, а в матче с Бернли еще даже с какой-то агрессией, да, то есть, немножко даже негатива какого-то было в нем. Это все понятно, это все ценится, но настолько неточные передачи, настолько уже неточность, когда измеряется в метрах, а даже там в десятках метров, ну, это просто не лезет ни в какие ворота. Почему на этот вопрос я отвечать, ну, даже не буду начинать, потому что, как бы, никто не знает, по-моему, даже Мхитарян сам не совсем догадывается, в чем дело. Суть в том, что после вот этой череды, когда Генриха уже все сплавили в Интер, и вот он сначала появился в заявке, вышел на замену, потом вышел в старте, ну, и что ты, как бы, и что ты делаешь в этот момент? То есть, один раз с левой подал куда-то в задницу, второй раз, третий раз, и хочется сказать, ну, переложи ты мяч, да, на правую, ну, мата же, когда мата справа, он же перекладывает мяч на левую ногу, чтобы переложи ты мяч на правую ногу, подай ты правой ногой, а он опять делает левый, понимаете, и куда-то просто, не знаю, ребята, я не знаю, что с этим парнем, а зимой я не думаю, что он куда-то будет уходить, я все-таки надеюсь, что придет, придет он в какую-то норму, в кондицию, что-то у него, какая-то нарушилась у него связь, не знаю, между, между его телом и его мозгом, он какие-то неточные отдает команды. Такое случается, когда человек находится в психологически неверном тонусе, да, человек на каком-то нервике, на каком-то стрессе находится, так и так случается, вещи, которые ты можешь делать 10 из 10, и вдруг у тебя все из рук валится или из ног, да, это объясняется только психологическим, каким-то фоном нестабильным, но, как я уже сказал, я не берусь анализировать, что именно с Генрихом Хитаряном бесполезно. Вот Мата и Лингард, да, то есть Лингард, конечно, проводит очень хороший вот период, когда сдал, когда сдал позиции Мхитаряна, на сцене появился Лингард, да, Лингард может забивать голы и очень красивые, но Лингард при этом, я замечаю, что вот он проводит матчи в стартовом составе, и он теряется сразу на большие отрезки матча, и в этом матче было то же самое, ребят. А в конце матча я просто увидел, а где Лингард, где Джесси, никто не видел Джесси, а Джесси просто стоит штрафной и ждет, когда к нему прилетит пас. Отлично. Мата. Мата в этой ситуации, конечно, из них троих, конечно, лучший, да. Очень хорошее движение, единственный человек, который эту статику, эту ужасную, вот просто вот эти мумии, стонхедж какой-то, вот эти просто какие-то просто столбы, просто стоят и все, понимаете? Вот Мата единственный, кто пытается дело расшевелить, типа, ну вот смотри, ну-ка, побежали, побежали, побежали за мной, давай, давай, мячик, я откроюсь, а ты мне отдашь, давай, 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 поиграем в эту классную игру. Вот как детей он пытается, понимаете, раззадорить, которые стоят, им лень, они стоят, сосут чупачусы, говорят, мама, пойдем домой. А Мата типа вот их, ах, капец, да. Ну, но при этом, даже Мата, оказавшись внутри штрафной, и это идеально для него, как я тысячу раз говорил, ситуация, Мата внутри штрафной, останавливает мяч нанизав, просто на большой палец ноги, прием мяча у Маты просто великолепный, он остановит этот мяч, и он все равно куда-то его навешивает на кого-то, то есть дальше все равно идет какой-то, какой-то рандом, вы понимаете? Ну и, ребят, очень важно, очень важно здесь сказать про Поля Погба, потому что я вот после матча, да, закинул картинку в группе, ну, полилось там, естественно, мат-перемат, это нормально, как бы нужно, нужно выплескать эмоции, но не в адрес друг друга, ребята, еще раз повторяю, да, и полилось в отношении Погба, поля, я не понял, что произошло, ребят, за что вы на него все погнали, ну, то есть, за то, что, очевидно, когда он забивал из офсайда, якобы мяч, если бы не его, тупая голова, как вы пишете, мяч залетал в сетку ворот, ну, ребят, если кто-то так очевидно это углядел, конечно, вы молодцы, и если у вас есть какой-то потрясающий скриншот, это доказывающий, или какой-то там замедленный повтор, есть группа Мы Юнайтед ВКонтакте, ссылка в описании, есть опция в этой группе предложить новость, ребята, предлагайте новость, опубликую, да, я на повторах, которые я видел, не заметил, то есть, что я увидел я, что мяч, в лучшем случае, после сейва вратаря, в лучшем случае, мяч как-то чиркал по штанге и уходил, да, но того, что мяч залетал железобетонно в ворота, а Погба, тупая эта башка, прилетела, и все испортил, и в итоге мяч отменили, я этого не увидел, ребята, я после матча повторил, я пересмотрел гол, я это все еще не увидел, и вот почему я еще на этом заостряю внимание, кто-кто, ребята, Аполь Погба, ну вот в этом матче, как у вас поворачивается язык, обвинять его в том, что мы опять обосрались, друзья, а, ну вот серьезно, единственный человек, который нормально, Матич, ужасный матч провел, Матич, срал направо и налево, Матич, обсирался просто на поле, да, Аполь Ба, ребята, вот человек, который реально, профессионально выполнял свою роль в центре поля, он переводил кроссы, он перестал дурить, вот эти, вот эти, заниматься пижонством, внешней стороной, вырезать какие-то, да, там непонятный, он потрясающие вещи делал на поле, ребята, он не терял мяч, дальше, мы хотим от него, потому что все остальные играют как говно, мы хотим, ребята, вот этот единственный нормальный футболист, не просто нормальный, а единственный высококлассный футболист, который сейчас видится у нас в атаке, да, мы хотим сейчас на него взвалить все, и когда он вернулся, особенно после травмы, да, то есть, ну, давай Погба, и действительно, ребят, чтобы он, особенно с капитанской повязкой, хочется, чтобы он тащил мяч, и создавал, а когда он дает голевой пас, и там не забивается, хочется, чтобы он сказал, ребята, ладно, я сейчас сам вообще все сделаю и забью, да, то есть, хочется, чтобы он, несмотря на то, что Махетарян, Лингард, Мата, да, еще и вышедший там Решворд вперед, типа, они хорошо, оставим их, они инвалиды умственного и физического труда, хорошо, да, ну, у нас есть Божина Погба, пусть он изобразит, то есть, вот эту ответственность мы на него, да, взваливаем, ребята, ну, как бы, окей, пока, видимо, он не созрел до того, чтобы в одиночку вытаскивать такие матчи, но, вот, как бы, реально, да, то есть, при такой группе атаки, то есть, Поль Погба просто занимался своей работой, и еще раз повторю, очень классно он это делал, и мне, мне доставляло эстетическое удовольствие смотреть за его игрой, да, на фоне общего остальной импотенции. Я бы хотел в этом матче отметить еще Виктора Линдолёфа, который очень классно подключался вперед, голос сорвал, понимаете, я из-за этих дебилов, нельзя оскорблять футболистов, согласен. Линдолёф выходил вперед и прессинговал, поджимал, то есть, на самом деле, вот это его роль, он был большой молодец. Вот, ну, Люк Шоу меня не впечатлил в этом матче, он все равно тяжеловатый, он все равно тяжело разгоняется, особой пользы от него в атаке я не увидел, да, но, то есть, когда есть такой мощный кулак впереди, казалось бы, какие можно предъявлять претензии, созидательные нашим фуллбэком, так сказать. Ну, и почему? И вот, и спрашивайте вы у меня, ну, Миш, ну, хорошо, рассказал ты, этот молодец, этот немолодец, а, а почему так происходит, да, почему мы не можем забить ни одного мяча, ну, да, там, Мхитарян, его, ну, как бы, был хороший навес Мхитарян, с правой ноги, когда он это сделал, на голову Лингорода в первом тайме, Лингород не забил, да, и Лукаку, перед тем, как сломаться, тоже имел момент головой. Навес, навес, а, ребята, да, то есть, как играет Манчестер Юнайтед? Стоунхендж, да, вот это, они просто стоят там, и, даже когда, даже когда, то есть, когда мяч, где-то там, на подступах штрафной, идет Человека-3, вот так стоит впереди, ждут, ждут они этот пасек, когда эти птенцы просто клюв раскрыли, и мамочка закинут должна. Для защитников, ребята, тем более превосходящих в габаритах, там, Лингорода, Решфорда, да, ладно бы там стоял Феллини, вы понимаете, или Златан, или Лукаку, там, или Смолинг пришел, а там стоят эти хрупкие создания, и они хотят, как бы, при том, что они стоят абсолютно статично, их один человек спокойно держит, чтобы навес как-то пошел, то есть, Лукаку может так забивать, что он стоит, просто стоит, его держат двое, точный навес, и он забивает. Ну, как бы, Лингороду сложно, то же самое повторить, и Решфорду тоже. То есть, когда вот мы на подступах штрафной, они там стоят, и даже если пас какой-то чудесный проходит туда, как-то просачивается, дальше, и получает мата внутри штрафной, а все остальные стоят, кому давать? Просто, просто куда-то в чистокол ног, идиотизм. Отдается мяч на край, да, условному Люку Шоу, допустим, и дальше идет навес. Все. Все. Следующий вопрос, Миша, а почему? Кто виноват? Естественно, Жозе Мауриньо. Хорошо, ну, то есть, то, что атака у нас не построена, а что у нас там просто бред какой-то, ну, просто, ну, полная импотенция. ноль мыслей, ноль движения, ничего. А, контратака, быстрая контратака, которую, ну, якобы, не якобы, в общем, типа, умеет ставить Мауриньо, она у нас, ну, в первом тайме была очень, по перспективе атака, и Мхитарян все испортил, ужаснейшая передача. Друзья, те из вас, кто воспринимает критику Мхитаряна, болезненно, давайте, ну, адекватно смотреть. Я сам очень хотел, чтобы он сыграл хорошо, но когда пас отвратительный, ужасный, об этом нельзя не говорить. Так вот, Мхитарян испортил ту контратаку 3 в 3, да? И часто, даже не Мхитарян, когда кто-то другой, то есть, перспективные контратаки, они губятся каким-то неудачным пасом или каким-то, ну, пробрасыванием мяча слишком далеко. В общем, технически это не исполняется. А теперь зайдем еще дальше. А почему так? И почему в этом матче, мало, ну, мы все знаем, что пока Мауриню не поставил позиционную атаку, не поставил. Но в этом матче мы увидели не просто непоставленную позиционную атаку, а вялость куриц. Да? Некое, если с Бернли во втором тайме, мы как бы рвали там, все команды атаковали, Лингард в итоге забил 2 мча, здесь было ощущение, и у меня возникла отвратительнейшая параллель. Вы помните, с концовкой прошлого чемпионата Англии, когда вот, вот был переломный момент, когда в какой-то момент мы отпустили ситуацию и перестали бороться за четвертое место и полностью поставили все фишки на Лигу Европы. Да? Помните этот момент? И вот у меня вот сейчас возникло возникло то же самое ровное ощущение, что Мауринио сказал ну все, как бы чемпионство в этом сезоне у нас до свидания, поборемся в Лиге Чемпионов. Неприятно нам, конечно, если мы просто в Премьер-лиге будем, ну как бы, не сливать, конечно, а по инерции докатывать, а докатывать это без малого половины сезона еще, как-то вот так, да, ну займем какое-то второе или третье, даже четвертое место. Ну, Ливерпуль, да, допустим, обскочим Ливерпуль Дэйт, Челси, можем занять второе место, скажем, а здесь уже, понимаете, а второе место или третье для Манчестерта Юнайтед какая хрена разница, да? А теперь, друзья, а теперь, друзья, ставайте посморю на это так. Те из вас, кто сейчас в комментариях уже пишет, Маур, конченый физрук, Маур, собирая чемоданы, вали нахрен, да, нам бы Райана Гиггза. Во-первых, друзья, про трансферы мы с вами обязательно поговорим потом, и все эти разговоры мне не очень понравились, и вообще разговоры о деньгах, кто больше потратил, мы потратили достаточно много времени, чтобы играть не так уныло в атаке, это уж точно. Нет сейчас какого-то такого супертренера, их просто не осталось, чтобы он пришел и что-то сделал, и 100%, это не кейс Ван Галя, понимаете, да, то есть мы 100% должны ждать лето, 100% должны видеть, увидеть новые супертрансферы, и дать Мауриньо шанс на третий сезон, это я 100% говорю вам уже сейчас, вне зависимости от того, как мы закончим сезон, в смысле моя точка зрения. И, друзья мои, вот мы в прошлом сезоне выиграли что? Мы выиграли Лигу Европы и Кубок Английской Лиги. В одном турнире мы не играем, и слава богу, а второго турнира мы вылетели. Сейчас мы боремся за Кубок Англии, и 5-го числа мы сыграем матч в этом турнире, и Лигу Чемпионов у Ефа. И вот теперь представьте, ребята, вот такой розовый, абсолютно розовый сценарий, что мы выиграем, то есть это два турнира, которые на порядок более престижные, чем те два, что мы выиграли. Мы выиграем Кубок Англии, и мы выиграем Лигу Чемпионов. Вот представьте, мы же можем это сделать теоретически. Вы скажете сразу, ну не с такой же игрой, да, конечно, с такой игрой Лигу Чемпионов не выигрывает, но, да, не знаешь, как мы все запоем, совершенно иначе. Так вот, друзья, плавно переходя к предновогодним новогодним поздравлениям. Нам ничего, друзья, у нас нет другой команды, у нас нет сейчас другого тренера, и это как бы ситуация, в которую мы попали, и здесь ничего не поделаешь. Благо, мы остаемся в Лиге Чемпионов и в Кубке Англии, друзья. То есть, почему бы нам, для самоуспокоения или для чего-то другого, почему бы нам не верить в чудо в этих турнирах? И мы можем закончить сезон, скажем, в Англии вторыми и там, выиграть Лигу Чемпионов и Кубок Англии, и это будет действительно прекрасное достижение. На порядок лучшее, чем то, чего мы достигли в прошлом сезоне. Может же такое случиться, ребята? Может, да? И все, я не то, чтобы сейчас говорю какие-то очевидные вещи и просто вам какую-то подкидываю надежду. Это действительно, как бы, вот то, на каком этапе мы сейчас, это, это вот и есть. Все, второе место, как бы, в лучшем случае в Англии и есть Лига Матью Чемпионов и вот этот гимн перед матчем. Друзья, я вам в новом году желаю, во-первых, лично, лично каждому из вас, чтобы вы все, что вы хотите, все, чего вы хотите добиться, будь то в восемнадцатом году или дальше, чтобы вы бились лбом до самого последнего, не так, как сегодня наши парни, к сожалению, а так, как это делает Манчестер Юнайтед, тот, за который каждый из вас начал когда-то болеть, будь то девятый год или там еще раньше или 2008, каждый из вас когда-то влюбился в эту команду за что-то и вот этот дух, который присутствует в этой команде, я хочу, чтобы он был внутри вас, ребята, и чтобы в новом году лично у вас, лично у каждого из вас все получилось, ну и нашей команде, конечно, тех побед, которые я описал минутой ранее. Ну а вы, друзья, не забывайте вступать в паблик моих друзей ВКонтакте, это ManUtod1, это Pride of Manchester, естественно, мой блог Мы Юнайтед, друзья, с Новым Годом от чистого сердца, я очень вам за все признателен, я очень вас люблю и ценю, я очень благодарен, что в 18-м, что в 17-м году ваше число, количество выросло, наша семья растет, я надеюсь, что в следующем году вам станет еще больше, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и никогда не отчаяйтесь, потому что мы, сука, Юнайтед, с вами был Миша, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok